привет дорогие друзья хочу вам рассказать о моем изобретении панорамной камере на основе объективов для маме пресс с размером кадра 6 на 12 сантиметров то есть история началась того что мне захотелось панорамную камеру изучив вопрос я понял что панорамные камеры с приемлемым качеством с хорошим качеством стоит где-то от где-то 150 тысяч 140 это считается еще недорого дальше идут вообще запредельные цены там по 300 тысяч и так далее есть конечно китайский типа хольги есть белый р ну там качество но это игрушки с плохими объективами с плохим на с маленьким диапазоном выдержек и так далее имея в наличии объективы которые кроют вот допустим этот сикор 75 он хорошо неплохо по крайней мере кроет средний формат это уже всем знатокам известно вот я решил а почему бы мне самому не попробовать в конце до концов время есть какая-то творческая фантазия тоже имеется вот за основу я взял 3d макет от корпуса для маме и пресс лидера 69 это наверно уже тоже никому не секрет он абсолютно спокойно макет его выложено свободном доступе и также задник по моему для камеры графлекс опять же сделано на основе китайского неплохого который продается на али но тоже ребятами хорошо спроектированы и также выложен на свободный доступ но обе детали мне пришлось как следует переработать вот то есть задник состоит у меня из состоял из этой части которая уже сюда намертво вклеена с обратной стороны сделан крепеж еще притянута шурупами изначально в макете еще присутствовал у меня у них у них присутствовал паз для шибера но от этого и намеренно решил отказаться потому что в домашних условиях шибер приспособление для вставления шибера сделать трудно так чтобы он не светил и даже если это возможно в любом случае он бы через некоторое время любом случае начал бы доставлять бы неудобства но вернее проблема тупо вы на ярком свету бы появлялись засветки от него и отказался тем более что объектив намечался у меня всего один вот этот 75 ребятами спроектирован очень неплохо света ловушки все грамотно сделаны то есть не надо никаких бархоток никаких уплотнителей сюда вставлять я на самом на любом освещении на ярком солнце и на искусственном в разных положениях его использовал засветок нету совершенно что очень меня порадовало вот начнем с этой детали она состоит еще и вот таких вот двух половинок прижим для пленки сделано в консервной банке ничего смешного жесть упругая в принципе свою функцию выполняет края обработал наждачки чтоб не терла все отлично такие вот выдвижные направляющие для катушки здесь то же самое это ручки здесь было тоже в конструкции но я от нее избавился она лишняя то есть сама катушка здесь неплохо прижимается поскольку на 120 формате у нас нет обратной перемотки то есть смысла в ней нет вот это вторая часть сделал специально также 3d печать окошки для того чтобы вставлять корешок от пленки да чуть не забыл рассказать об этих нюансах на первых тестовых пленках вообще сделал я тестовых пленок очень много чтобы выверить именно по рабочему отрезку потому как по ровности изображения и так далее то есть достаточно большой ресурс потратил время на это то есть оказалось что он неплохо очень царапает пленку что меня начало удручать имея задники от ракурса я оттуда выковыривал вот эти ролики то есть направляющие и наклеил бархатную бумагу то есть проблема у меня с царапинами на пленке у меня проблема ушла единственное что из-за этих роликов кадр сузился где-то на пару миллиметров но еще страшно если пленку царапает считает и гораздо страшнее а эта часть у меня сделана здесь направляющие для пленки это из магазина чип и дип это обычные так это у меня обычные антенны танки которые продаются для радиоприемников тонкие медные так что все сделано из подручных материалов все достаточно прикольно кондова клетка и просто самое главное все работает что касается у нас самого корпуса видите внутри он у меня хорошо замотован и окрашен матовой черной краской то есть эта краска на основе тонера для лазерного принтера если бы этого не сделал бы внутри бы она была также такая же как корпус видите глянцевый и паразитные засветки мне бы были обесцвечены по-любому бы что-нибудь отражалось бы не вы нам на контрасте бы наверное все плохо сказывалось объектив можно снять таким способом гнезда для штатива для съемки вертикальном положении и съемки горизонтальным опять же пришлось поломать голову поискать хорошенько качественные хорошие такие пузырьковые уровни сами понимаете камера панорамная и любой завал завал по горизонту это конечно большой брак пленка этого не простит вот соответственно у меня есть по вертикали и по горизонтали так стоит пришлось поломать голову опять же с тем чтобы у меня был абсолютно нормальный рабочий отрезок чтобы была хорошая резкость это я добился тем что подставлял в плоскости тончайшие юстировочные юстировочные планочки и добившись нужного результата я это все намертво вклеил то есть теперь у меня сейчас по шкале если у меня будет расстояние до объекта фотографирования допустим 1.2 или 1.5 я буду знать что это расстояние верно и выставить это на шкале объектива я точно буду знать что у меня все будет резко то есть глубину резкости я попаду отлично филигранно следующая проблема была в кадрировании в наводке по наведению имею в наличии такие вот родные видоискатели для маме и пресс на вид они конечно вызывают уважение но на практике не очень такие не очень функционально и потому что эти не люфтят допустим надо будет сделать вертикальный кадр он у тебя съедет и мало того не очень удобно если смотреть там если глаз меняет изменяет свое положение от оси самого видоискателя то можно тупо потерять центр и грубо говоря плохо откадрировать самым лучшим вариантом вообще шикарным волшебным оказался такой советский универсальный видоискатель у него внутри он сам устроен как некий коллиматор такой и внутри есть перекресть и которые точно покажет центр и центр этот потерять будет совершенно невозможно как бы ты глазом там не крутил тем более то что само окошко небольшое там глаз далеко не уедет вот ставив его сюда я точно выверю поматовому стеклу опять же точно выверю чтобы меня попадала в центр кадра и тем более здесь можно регулировать зависимости от так что в принципе я считаю что проблемы все какие возможны я решил камера мне очень нравится доставило мне много удовольствия момент проектирования и конечно же на съемки вот если будут какие вопросы пишите все расскажу и думаю приложу еще сейчас к видосику несколько кадров которые я на нее сделал камера получилось достаточно легкая а оказалось что вот этот объектив тоже который мне очень нравится соточка 35 это такой штатник для маме и пресс он в принципе тоже неплохо крутные имея все объективы для маме и пресс и всех я их попробовал на этой камере как они будут у меня покрывать если 75 покрывает полностью кадр то соточка с небольшим виниром но это меня не парит такое олдскульный получается вид у фотографии остальные гораздо хуже остальные вообще просто углы заваливают они черного этого немножечко в углах черноты ничего страшного зато он очень резкий очень контрастный мне очень нравится как он вообще считает хоть он и штатник но очень хороший объектив лучше наверно только 2 и 8 хотя как сказать они оба хорошие вот фотки я прикреплю если будут вопросы задавайте я cute и Продолжение следует...